Если вы не идете к горе, гора идет к вам. Так можно назвать и акции, и мониторинги, которые проводят сотрудники налоговой инспекции по Московскому району для того, чтобы объяснить, рассказать, если надо и показать, как проще и легче, а главное, в рамках закона начать заниматься любимым делом и одновременно зарабатывать. Ведь правильно говорят, народ белорусский талантлив во всем. Но в данном случае налоговые инспекторы пришли в Дом гражданских обрядов. Почему именно мы здесь? Потому что в Доме гражданских обрядов происходит торжественное мероприятие. Это регистрация брака. Поэтому, естественно, это мероприятие нужно запишить лиц, сфотографировать именно для деятельности в области фотографии. Фотографы и изготовление фотографий не требуют регистрации индивидуального предпринимателя. Но главное – платить ставку единого налога. Итак, чтобы осуществлять деятельность в области фотографии самостоятельно, без привлечения других людей, совсем не обязательно быть индивидуальным предпринимателем. Можно работать по заявительному принципу, при этом уплатив фиксированную ставку. Ставки единого налога утверждены решением областного совета депутатов от 23 декабря 2013 года номер 317 и вступили в силу с 7 февраля 2014 года. Ставка единого налога составляет 555 тысяч белорусских рублей. Сегодня без услуг фотографа на свадебном торжестве никто не обходится. Каждый желает запечатлеть незабываемые моменты семейного праздника. Сергей Концевой уже 20 лет дарит радость молодоженам и их родственникам. Профессионал своего дела он имеет немало заказчиков, но спит спокойно, поскольку платит налоги. Я ККП плачу единый налог. Ну и после такой консультации есть ли у вас какие-то мысли на скидку, чтобы перейти на уплату налогов по заявительному принципу? Да, я считаю, я принял к сведению и думаю, что оно будет для меня удобно. Я перейду на принцип по заявительному принципу оплаты налогов. А сколько лет вы уже работаете фотографом? Уже лет 20. Все фотографы должны платить налоги. В последнее время стала популярна услуга, которую с готовностью предоставляет Вадим Сафонов. Белые голуби, которые выпускают молодожены. Я отчитываюсь поквартально. И то, что я услышал сейчас, что можно. Можно работать по заявительному. Да, то есть оно, наверное, имеет место быть, потому что очень много документов у меня связано с журналом, отрывных талонов. И то есть, как бы, не такие большие заработки, а бумажной работы хватает. Заниматься этой бухгалтерией, ну, не всегда бывает. Даже красиво, то есть неэтично. Вот с этой бумажкой подписать, отрывать где-то. То есть, я считаю, надо это упразднять. Это уже в средневековье. Не нужно уходить корнями в средневековье, говорят налоговые инспекторы. Просто нужно знать об изменениях в законодательстве. Процедура оформления по заявительному принципу довольно проста и удобна. Физические лица до начала осуществления деятельности должны подать в налоговый орган по месту жительства заявление о постановке на учет с указанием видов деятельности. На основании поданного заявления налоговые инспекторы рассчитают сумму единого налога, подлежащего уплате. Граждане Московского района, которые хотят осуществлять деятельность по заявительному принципу, должны подать заявление в 22 кабинет администрации Московского района города Бреста и в 102 кабинете здания Белгостраха получить учетный номер физического лица. При себе обязательно надо иметь паспорт.